В эту общественную баню на дровах поселка Новый люди приезжают помыться и попариться со всего Надеждинского района. Во-первых, хорошая парная, говорят посетители, а во-вторых, нет альтернативы. Но и этой бани люди тоже могут лишиться, если вовремя не принять меры. Построена баня еще при советской власти, но в лихие 90-е печь и веник заменили торговые прилавки, а после караоке. И только в 2005 году помещения вновь стали использовать по назначению. Самое святое место баня – это парная. Температура соответствует нашим запросам и требованиям. Общественная баня – это не только парная, но еще целый комплекс помещений – раздевалка, душевая и комната отдыха. В интерьере этих зон – плесень, отвалившийся кафель и осыпающаяся штукатурка с потолка. Клавдия Фатеевна работает в этой бане 16 лет. Опыт подсказывает, что нужно, чтобы это место было приятным и полезным. Вы сами видите, в каком она состоянии. Во-вторых, надо какую-то дотацию давать, потому что очень дорого все. Дрова на одну баню грузовичок 12 500 стоит. Эта баня на весь район одна. Даже с Владивостока приезжают. А летом все дачники сюда едут. Весной прошлого года из-за пандемии баня вынужденно не работала. За время локдауна у заведения поменялся владелец, который осенью по требованию местных жителей вновь открыл ее. Но вскоре сократил дни посещения до одного – по субботам, чтобы минимизировать убытки. Попариться и помыться в бане на дровах можно за 350 рублей. Но вырученных денег все равно не хватает, чтобы содержать объект. Мы готовы чуть побольше платить. Конечно, кто-то будет ездить не каждую неделю. Но все равно в наш бюджет, в наши пенсии мы закладываем деньги на расходы по бане. Вот как на хлеб мы закладываем. Но по мнению совладельца бани Николая Николаевича, повышение стоимости разового посещения не панацея. Здесь ситуация выглядит двояко. С одной стороны, это могло бы, наверное, погасить затраты и может быть даже с прибылью, в зависимости от того, какая величина этого повышения. Но в нынешней ситуации, когда народ, скажем так, потерял покупательную способность из-за низких зарплат и всего прочего, повышать цену рискованно из-за того, что может уменьшиться количество посетителей. Но если дополнительного финансирования не появится, собственник будет вынужден закрыть объект. Однако терять единственную баню люди не намерены. За помощью они уже обращались к главам района и поселения. На сегодняшний день жители и активные граждане, и собственник обратился в Думу Надежинского района. У нас состоялось заседание в январе. Мы заслушали предпринимателей, конкретно сказали, что вам необходимо для поддержки вашего объекта. То есть они должны предоставить непосредственно расчет, либо в денежной форме, и тогда уже обратиться к главе на субсидирование данного объекта. Субсидии – это выход, считают банщики и собственник. Поэтому рабочая группа подготовит необходимые документы и направит на рассмотрение в администрацию района. А пока предприниматель вновь пошел навстречу своим клиентам. Несмотря на убытки, он вернул прежнее расписание – банные дни, суббота и воскресенье. Просто если любой житель, который ходит в баню, он реже болеет, получает энергию, плюс, соответственно, я сам еще занимаюсь, я массажист. То есть кожа, эластика и все остальное – это все полезно, это все приятно, это все для здоровья. Общественная баня нужна для здоровья, соблюдения гигиены и традиций. И такое место должно быть в каждом поселке, говорят активные граждане. Ведь в некоторых населенных пунктах проблемы с водой. Многие моются покупной водой, которую там водовозка развозит, кружкой себя поливает в тазу, и это все мытье, ну это преступление. Пользуясь случаем, хочу попросить, чтобы наша региональная власть обратилась в федеральную, предложение внести банный вопрос в национальный проект. Это хороший шанс получить баню у нас по всему краю. И администрация нам, само собой, должны помочь, помочь. Мы здесь не кипиш подняли, мы здесь не выступаем, мы просто просим для себя, что помыться, чисто помыться и все. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.